В Белом доме ждут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос удара вглубь России. У украинских сил обороны в Курской области появилась новая стратегия – быстро перемещаться и брать российские войска в окружении. Россияне не прекращают попыток уберечь Крымский мост от атак украинских дронов. В ближайшем будущем мирное соглашение с путинской Россией невозможно. Заявление Жозефа Борреля. Здравствуйте! Это «Тема дня» в студии Назар Григоренко. Ночью 17 сентября в Саратовской области прогремели мощные взрывы. В частности, их слышали в районе аэродрома Энгельс, откуда взлетают российские Ту-95 для бомбардировок Украины. Кроме того, в сети пишут о пожаре. Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Радио НВ прокомментировал возможные последствия этого инцидента. Любой удар по аэродрому, если он был успешный, это на какое-то время дает достаточно серьезный отдых для всей Украины с точки зрения обстрелов. Наиболее вероятно сейчас нет никаких сообщений. Целью могут быть склады боеприпасов, горюче-смазочные склады. Поскольку самолеты можно относительно быстро перебрасывать, и если они становятся целью, это обычно или борта, которые не летают, или которые каннибализируют, то есть разбирают. Нарожный также рассказал, зачем Россия укладывает автомобильные шины на свои самолеты. По словам эксперта, таким образом Российская Федерация пытается уберечь их от обломков украинских дронов. Просто попасть в топливный бак, чтобы поджечь самолет, это сделать довольно сложно. А если этот БПЛА взрывается рядом со самолетом, и у него есть большое количество обломков, это для самолета означает год капитального ремонта. Это надо будет менять электронику, проводку. А если эти обломки попадут в шину, это просто обезопасит самолет от обломков. Ночь на 17 сентября была неспокойной и во временно оккупированном Крыму. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщал об активности российских истребителей над Севастополем и Симферополем. По данным источника канала, в воздух были подняты МиГ-29 и Су-30. Вечером 16 сентября в Амурской области РФ потерпел крушение вертолет «Робинсон Р-66». По данным Росмина, во рту находились пилот и два пассажира. Предполагаемое место пропажи вертолета находится в болотистой труднодоступной местности. Ведутся поисковые работы. Возможность наносить ракетные удары вглубь российской территории является важной частью плана победы Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко. По словам чиновника, в Белом доме ждут встречи с Владимиром Зеленским в этом месяце. Они хотят услышать план победы, который украинский президент довольно обтекаемо языком намеков озвучил на конференции. Он сказал, что план победы зависит от президента Байдена. То есть, очевидно, план победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, значит, бить по аэродромам, военным базам, хранилищам, где хранятся те ракеты, откуда взлетают те самолеты, которые потом бомбардируют украинскую землю, уничтожают украинские города, убивают украинских гражданских. Советник руководителя ОПЕ подчеркнул, что у Байдена есть возможность принять историческое решение перед завершением своей политической карьеры и дать Украине необходимые возможности. Это возможность записать свое имя в учебнике истории. На такой мажорной ноте, я надеюсь, президент США этим воспользуется, потому что для Америки и Украины это одни и те же цели. Это цели демократии и защиты прав человека, и право каждой нации определять свое будущее без оглядки на Москву. О том, что в сентябре президент Владимир Зеленский планирует во время осенней сессии Генассамблеи ООН обсудить с лидерами стран-партнеров план победы и необходимую для его реализации помощь, пишет и украинская служба «Голоса Америки». В частности, украинский лидер будет добиваться снятия ограничений на применение западного оружия для ударов по России. Украина уже долгое время пытается убедить союзников, что такие удары не только соответствуют ее праву на самооборону, но и могут быть фактором, который заставит Россию прекратить войну. Общие дебаты на Генассамблеи ООН начинаются 24 сентября. Сейчас Британия пытается взять на себя лидерство среди партнеров снятия запрета на применение западных ракет против целей на территории России. Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не оправдала ожидания Украины. Политики так и не дали разрешения для ВСУ на удары западным оружием вглубь России. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер. Однако, по его словам, Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Украиной возможные способы поддержки, чтобы она могла выиграть эту войну. Миллер уточнил, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных. Мы всегда обсуждаем с украинцами, что им необходимо и как мы можем оказать им поддержку наилучшим образом. Он также напомнил заявление госсекретаря США Энтони Блинкина о том, что Штаты готовы адаптировать и корректировать эту политику по мере необходимости, таким образом, чтобы это имело стратегический смысл. В ближайшее время Италия усилит украинскую ПВО второй батареи САМПТИ. Об этом объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь. Военную, гражданскую, финансовую. Сейчас мы собираемся отправить вторую батарею САМПТИ для защиты украинского населения. Вскоре Украина получит и партию британских боевых разведывательных гусеничных бронетранспортеров СИВИАР от Латвии. Как пишет Делфи, эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Латвии. Однако из соображений безопасности конкретное количество не уточняется. Рига уже передала Киеву множество вооружений и техники, включая закупленные в Австрии вертолеты и самоходные гаубицы. Украина до конца года также получит очередную партию самолетов F-16 от Дании. Об этом заявил министр обороны страны Трольс Лундпоульсен, передает издание ДРДК. В начале августа чиновник подтвердил, что Украина получила первый F-16. Сейчас количество не разглашается, однако Дания пообещала поставить в стране в целом 19 самолетов. Западные партнеры теоретически могли бы купить для Украины все истребители F-16 в мире, если бы воспользовались замороженными активами оккупантов в размере 300 миллиардов долларов Центробанка РФ, основная часть которых находится на западных счетах в Европе. По данным портала Милитарный, этих денег хватило бы на приобретение целых 10 тысяч отремонтированных самолетов этого типа, которым около 30-35 лет. У украинских сил обороны в Курской области появилась новая стратегия – быстро перемещаться и брать российские войска в окружение. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, когда украинские войска прорвали российскую оборону на новом участке российско-украинской границы возле села Новый Путь, это шокировало многих, но теперь их цель становится яснее. Украинская тактическая группа, очевидно возглавляемая 95-й воздушно-штурмовой бригадой, перерезает путь справа по мере продвижения за Новый Путь и через южные кварталы ближайшего российского города. При этом ВСУ уничтожили все постоянные мосты через Сейм в этом районе. Поэтому все российские войска к югу от Сейма, а их там могут быть целые батальоны, зависят от временных понтонных мостов или узкого сухопутного моста через город Коренева. Именно по этой причине украинцы неустанно обстреливают понтоны, как только русские их устанавливают. Директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс» Сергей Сгурец заявил, что в Курской области вооруженные силы Украины начали вторую фазу операции. В течение месяца россияне действительно накопили силы и начали проводить контратакующие действия в Курской области. Сейчас мы находимся на таком интересном этапе, когда наши войска проводят, как по мне, уже вторую фазу операции в Курской области, реагируя на российское наступление. Противник, используя наиболее подготовленные подразделения, захватил село Снагость, а также начал продвигаться на некоторых участках. «Я бы выделил один населенный пункт, расположенный к востоку от Снагости. Любимовка, которая стоит в пяти километрах от дороги из Коренева в Суджу. Это логистический путь, который и мы используем для удержания своих подразделений. Сейчас враг хочет пробиться на эту трассу, поэтому сконцентрировал там значительные силы». По словам Сгурца, когда россияне начали свои штурмы, ВСУ провели контрнаступательные действия. Сейчас силы обороны наступают по меньшей мере на три участка. Глушковский район, чуть западнее участка Коренева Снагость. Речь идет о населенных пунктах Веселое и Медвежье. Они являются заходом в тыл той группировки россиян, которая осуществляет наступление по этому участку. «Сейчас такой важный момент, когда враг пытается без дополнительных резервов удержать наше продвижение и усложнить нам логистику. А мы наоборот, мы создаем существенные угрозы для противника на этом участке, используя свой потенциал. А это говорит о том, что ситуация здесь будет достаточно динамичной. У нас есть силы и средства, которые позволяют и дальше удивлять захватчика. А с другой стороны, ставить его в крайне невыгодное положение на этом участке фронта». В Курской области 16 сентября объявили о срочной эвакуации. Как сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, жителям Рыльского и Хомутовского районов нужно покинуть свои дома. «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной». 12 сентября украинские саперы прорвали российскую оборону вдоль границы вблизи села Новый Путь, примерно в 30 километрах к западу от украинского выступления в Курской области. Как пишет Форбс, то, что выглядело коротким и мелким штурмом, быстро превратилось в гораздо более опасное для россиян явление. Украинские бронированные машины стремительно продвинулись на несколько километров мимо нового пути в сторону ближайшего города Веселое. ВСУ дошли до южной окраины населенного пункта и практически взяли его под свой контроль. Как отмечает Форбс, российский гарнизон вокруг Веселого состоит из большого количества плохо подготовленных молодых приземников, которые, согласно политике Кремля, не должны участвовать в боевых действиях. Вероятно, именно привлечение неопытных и плохо обученных срочников привело к быстрому продвижению ВСУ по этому направлению. Российская оккупационная армия также столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для войны против Украины. Такие перспективы для РФ прогнозируют аналитики Института изучения войны. Россия, вероятно, столкнется с растущими проблемами в производстве и закупке материальных средств, необходимых для российских операций в Украине. И Кремль, вероятно, будет все больше зависеть от иностранных партнеров в удовлетворении своих потребностей в материальных средствах. Как объясняют эксперты, армия захватчиков для поддержки своих наступлений очень полагается на восстановление запаса вооружения и техники советских времен. Особенно это касается бронетехники. Российским властям, вероятно, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность, и инвестировать в развитие потенциала, если российские военные намерены поддерживать нынешний темп операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Россия исчерпывает свои ограниченные советские запасы. Но неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые поднесут российские войска в Украине, даже при условии дальнейшей экономической мобилизации. Ранее аналитики уже прогнозировали, что усиления агрессора по расширению своего ОПК вряд ли будут устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы и влияния западных санкций. Глава Чечни Рамзан Кадыров пережил несколько трансплантаций, пишет в ВЧК ОГПУ со ссылкой на источник. Сообщается, что все попытки с органами доноров, которые не были его родственниками, провалились. А вот донорская почка от его дяди Магомеда якобы прижилась. В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров был экстренно госпитализирован в Центральную клиническую больницу. У ВИП-пациента развился острый панкреатит. На этом фоне отказали внутренние органы. Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад Кадыров пропустил послание Путина Федеральному собранию, в связи с чем СМИ обсуждали новость, что он проходит очередной курс лечения. Позже отмечалось, что несмотря на санкции, в Грозный поступило очень дорогое и современное медицинское оборудование, необходимое для создания особой палаты под нужды исключительно одного человека и его заболевания. Напомним, ранее сообщалось, что у Кадырова действительно были и есть проблемы с почками. Официально состояние Кадырова не комментировали, но его исчезновение из публичного пространства моментально привлекли внимание. При этом отмечалось, что на фоне слухов о болезни Кадыров начал готовить преемников. Строительство свай вокруг Крымского моста означает лишь одно – россияне не прекращают попыток уберечь этот объект от ударов украинских надводных и подводных дронов. Такое мнение выразил военный эксперт и аналитик Петр Черник в комментарии «Униан». У нас есть замечательные дроны «Магура», есть невероятные дроны «Сиа-Бэйби», сейчас есть и другие разработки. Цель этого строительства, очевидно, спасти Крымский мост от ударов нашими морскими дронами. Стоит понимать, что свай – это инструмент защиты из прошлого века. Если они к нему прибегают, то не могут отразить наши атаки более современным способом – средствами радиоэлектронной борьбы и так далее. По мнению Черника, Крымский мост никогда не потеряет свою актуальность для России, даже несмотря на строительство железной дороги на временно оккупированной части юга Украины. В Крыму остается жить около двух миллионов человек, которым нужно снабжение. И железная дорога – лучший вариант для этого. В Крыму остановилось сельское хозяйство. Они не производят достаточно для себя. Подвозить все необходимое грузовиками у них просто не получится. Поэтому они и пытаются всеми способами спасти Крымский мост. Накануне телеграм-канал «Крымский ветер» сообщала, что оккупанты начали устанавливать сваи вдоль Крымского моста. Там также опубликовали соответствующие фотостроительства. Сваи забивают в морское дно параллельно мосту со стороны Керченского полуострова. Кроме того, и в акватории пролива, и у берега находится большое количество специализированной техники. Отношения между Российской Федерацией и Европейским Союзом не изменятся, пока не закончится война России против Украины. Об этом в интервью «Юр-Эктив» заявил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что не видит мирного соглашения с путинской Россией в ближайшем будущем. В отдаленном будущем, в послевоенной обстановке, могут произойти определенные изменения в отношениях с Россией. Но факт остается фактом, что война, вероятно, будет продолжаться, и вряд ли при таких обстоятельствах дела будут вестись, как обычно. У ЕС есть красные линии. Боррель напомнил об ордерах на арест Путина и его близкого окружения, выданных Международным уголовным судом за военные преступления и преступления против человечества, и подчеркнул важность заставить Россию ответить за свои действия в Украине. Путин четко дает понять, что он поддерживает свои максималистские требования. Завоевание Украины, покорение украинского народа и, возможно, имеет больше амбиций за пределами Украины. Он, кажется, все больше и больше одержим восстановлением Российской империи, как своего основного наследия. В Харьковской области российские оккупанты открыли огонь по своим же солдатам. Об этом в своем докладе сообщает оперативно-тактическая группировка Харьков, отмечая, что обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Волчанский противник в вечернее время в северной части города предпринял попытку доставки личного состава с применением автомобильной техники, которая в результате огневого поражения была уничтожена. Также противник применил реактивную систему залпового огня по районам, прилегающим к агрегатному заводу, чем нанес потери собственным подразделениям. В районе населенного пункта Глубокое враг осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения на передовых позициях, проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения. Неподалеку Лукьянцев противник наращивает систему связи, провел мероприятие логистического обеспечения, а в районе населенного пункта Тихое сосредоточил основное внимание на воздушной разведке. В Донецкой области сегодня было особо громко. По сообщениям РосМИ был прилет по полигону оккупантов. Там погибло как минимум 50 человек. На направлении города Часов-Яр у российских захватчиков нет значительных достижений. Происходят боевые качели, рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников. У врага нет значительных достижений на нашем направлении. На некоторых локациях он может приобретать наши позиции, потом мы можем его выбивать. То есть происходят такие своеобразные качели, которые и являются обычным явлением на линии фронта. Тем временем вооруженные силы Украины возобновили свои позиции возле Торского, сообщает Дипстейт. В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину оккупанты потеряли уже около 636 тысяч человек личного состава. Вблизи польского города Пачку прорвало еще одну дамбу в результате мощных наводнений в стране. В частности, в Нижней Силезии из-за прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно объявили немедленную эвакуацию части города Пачку, что на юге-западе страны. Староста НИСы Даниэль Полимонко сообщил. Я только что получил информацию о немедленной эвакуации части Пачку. Мэр принял такое решение, потому что, к сожалению, прорвало дамбу на водохранилище Тополь. Вода идет полным ходом, и все это приводит к тому, что мы вынуждены думать о здоровье и жизни жителей. Правительство Польши вело положение стихийного бедствия на 30 дней в частях Нижнеселеского, Апольского и Силеского воеводств на юге и юго-западе страны. Как писал Униан, Польша 15 сентября прорвала дамбу на реке Муравка, в результате чего город Строны-Шленске Нижнеселеского воеводства оказался под водой. Также сообщалось, что из-за наводнений в Польше и Чехии были отменены некоторые рейсы в Украину. Президент Ирана Масуд Пизешкен заявил, что его правительство не передавало России никакого оружия с момента его вступления в должность в конце июля. Однако, как пишет Радио Свобода, иранский лидер не исключает, что подобные поставки могли быть реализованы в прошлом. При этом Пизешкен добавил, что у Ирана и России есть право поддерживать отношения и заявил, войну в Украине якобы спровоцировали страны НАТО, нарушив обещание не расширяться на восток. Еще в начале сентября западные СМИ сообщили, что Россия получила баллистические ракеты ближнего радиусодействия от Ирана для применения их на войне против Украины. Позже спикер Минобороны США Пэт Райдер подтвердил, что Иран передал России определенное количество баллистических ракет малой дальности ФАТХ-360. И уже 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против 10 физических лиц, 6 организаций и 5 судов Ирана и России, которые помогают вооружать РФ иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами. На этом у нас пока все. Не забудьте подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех самых важных событий. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok